И третий момент. По поводу положения кулака при работе на макеваре. Заведомо, извиняюсь за шум, в бассейне слив за работу. Нас только включается в заведомое время. 15-15-9. Я думаю, что это не помешает, он мне будет нормально слышать. Значит, опять же, почему кулак должен быть в разном положении, при разном типе работы на макеваре? Чем глубже мы пробиваем, тем вертикальный кулак. Смотрите, такой очень важный момент. Вот, предположим, состоит макевар. Вот здесь, между нами, да? Я наношу прием. Разворот кулака в согнутом положении всегда спряжен, если мы полностью разворачиваем кулак, то получается, что? Если мы не хотим локоть развернуть в сторону, то мы выгибаем кисть. Я в этом положении кулак разворачиваю, а у меня поверхность, которую бью я, находится вот здесь. Мне приходится буламывать. И в этом положении воздействует дальше. Кулак идет на перезгиб, излом. То есть это я бью и хочу на ударность и сюда. То есть вот у меня баёк вот здесь находится. Мне на самом деле пробить надо глубоко, а баёк мне надо туда, глубоко бросить. Туда. А встречая я баёк вот здесь. Вот. Пробиваю туда. Если мне кулак в таком положении придется, а локоть я не буду разворачивать в сторону, то кулак у меня вызволен. И пробить я не могу. Есть же другое время. То есть я разворачиваю кулак, но выламывать его не хочу. Соответственно мне что приходится делать? Мне приходится в сторону вывести локоть. Ну кулак прямой тогда. Ну выводится локоть с собой. И что получается? Вот по этой смоке варе, локоть в стороне. И мне воздействовать приходится. Через согнутую руку рычаги получается. Получается лишний денсор. Очень большой. И телом я работать не могу. Чем сильнее я телом на руку надавливаю, что, ну пусть этот удар на место. Тем больше сопротивлений будет испытывать трицекс у меня. И ненужные мышцы, которые я ударит. Оно только стабилизировать руку должно. Мне приходится ими сопротивляться. И в итоге, вся мощь моего тела, значит давит сюда вперед. А доска давит на меня. И рука моя не выдерживает. И что получается? Я бью локоть в стороне. И мне не продавит. Попробуйте продавить на кивар. Ну вот такой вот согнутый руку. Никогда в жизни. Как бы вы не давили телом, дендер, вот этот вот, не даст вам это дело сделать. Это можно только в том случае, если сделать, когда вы работаете телом, когда лопит приведен ближе к средней линии. Согнутой рукой. Приспрощение. Согнутой рукой. Можно запросто пробивать. Это я вперед забегаю. К вопросу про то, а как же пить всякие калории удары там, да? Снизу. Согнутой рукой. Макивара пробивается запросто. Нечего делать. Но. При этом всегда локоть должен стремиться к средней линии. Он не должен быть отведен очень далеко в сторону. Только тогда сохраняется трансмиссия правильная. Хара. И руки. Только в этом случае. То есть, когда Хара движет локоть. Между Харом и локтем. Как будто так романку приваривает. Тогда вы работаете всем телом. У вас работает очень жесткая рука. Так вот. Только тычком, работая всем телом, можно пробить макивар на глубину. Удар всякий амчоковский я буду его размахивать сейчас. Как самая распространенная техника. Да? Именно постановка приема. Про другие патроны стоят. А что получается? Так вот, если я ставлю. Если я бью на пробив. То есть, туда далеко. Плак у меня приходит и вертикально. Что при этом происходит? Мне не надо. Не вылавливать кисть. Не выводить локоть в сторону. То есть, не надо совершать этих лопашинок. Кстати, если вы локоть в сторону выводите. А макивара стоит вот так. У нас кулак вот так выламывается. В таком еще случае. То есть, больше чем надо. Сюда происходит отклонение. Если же я бью вертикальный кулак. У меня рука никуда не выводится. Ни локоть. Ни выламывается кулак. Ничего не надо. У меня абсолютно ровно и прямо работает рука в ударе. Так как это в сайте нужно. То есть, рука трется по корпусу. И выходит вперед. Если даже на встрече это решение очень близко. У меня никуда ничего не выйдет. Вот так вот. Или вот так. Никуда. Абсолютно правильно. Ровно. Пам. Пам. Близко. Дальше. Так. Можно смотреть что происходит. Ну. Происходит. Ну. Таким образом. Таким образом. Вот. Вот. Рука у меня никуда не уходит. Абсолютно. Вот это очень важный момент. Это третий момент. Немножко с самого начала повторю. А потом резюмирую снова. То есть. Для того. Чтобы вы не ломали технику приема. Не выводили в сторону локоть при развороте кулака. Не выламывали кулак при развороте. И если вы не хотите выводить в сторону локоть. И чтобы вы выполняли прием четко в одну линию. Так как это положено. Вдоль линии тела. С помощью всей массы тела выводили руки точно вперед. И чтобы сопротивление трансмиссиона было максимально жестким. Руку надо доводить точно так же. Как в этом воздухе конкиваете. По фазам. И в какой бы фазе вы накивару не встретили. В какой фазе. У вас рука должна идти именно в таком положении. Правильно. Как в воздухе. Если она здесь. Вот так. И вы встречаете. Вы кивару в этой фазе. Вот прям. Ух. Ух. Значит она в такую фазе должна быть. В течете дальше. Значит такой. В течете еще дальше. Такой. Еще дальше. Такой. То есть. Чем вы глубже пробиваете приемок. Тем соответственно боек у вас располагается ниже. Это самое самое. Чем поближе боек к циклам. Тем более вертикален кулак у вас. А при некотором положении. Когда боек совсем рядом находился. То есть. У вас кулак даже. Урово положение повернут. У вас уже получается. Кулак. Чуть дальше. Тадерский. Дальше. Тадерский. Дальше. Кулак полностью повернут. Понятно. Да? Это расположение тела в макиваре. Как боек. Если вы работаете на макиваре. Без отбойника. Если вы работаете на макиваре с отбойником. Вы всегда понимаете. Что внутри постановка. Это удар глубокого. Вы работаете вот по этой доске. А не по этой. Эта доска как бы ее нет. Она просто мешает вам бить. Вы это сопротивление должны преодолеть. Вы всегда меряете. Что там будет вот так. Вот так. Значит. Соответственно. Прием у вас. Сейчас на одну пазу делаю. Так. Значит. На макивару придет рука. Вот в этом положении. Только так. Тогда у вас будет абсолютно правильно. Никуда ничего не будет уходить. Резюмент. То же самое. Чем глубже вы пробиваете удар. Чем более глубокий вы тренируете приемы. Тем более вертикальный кулак у вас будет в момент соприкосновения с бойком. То есть с поверхностью контакта. Чем глубже вы пробиваете, тем более вертикальный кулак. А премьера в нашем положении. Когда тебя располагается очень близко. Да. Даже поворачиваются в кулак. Это очень важный момент. О них вам никто не расскажет. Вообще. По крайней мере. По крайней мере. С теми. С кем мне доводилось разговаривать. Ну в таком. На семинарах. До них почему-то мастера не донесли вот этих вещей. Видимо. Не знаю с чем это связано. Даже перенеслось много на форумах. Но никто об этом практически не может ничего рассказать и нормально написать. Думаю, что вот мои вот эти видеоподкасты, эти видеолекции, они помогут вам понять важность этой вещи. Я знаю лучше чем собственно говоря. Ну связано. Связано прежде всего с тем. Вот непонимание этих вещей. И поэтому не применение в жизни. Это не оптимизм. Прежде всего с тем, что Макевару прежде всего рассматривал как снаряд для набивки. И никто ее не пытается глубоко пробивать. А те, кто уже хорошо надевает, не пытаются глубоко пробивать внутрь ее. Они применяют ту же методу. Значит, которую мы применяли при набивке. И в итоге, как бы глубоко они бы ее не пробивали, но потом, они все равно уже кулак доворачивают. Потому что привыкли так делать. В итоге, неправильная работа, неправильное понимание. Соответственно, болит плечо, болит локоть, болит кисть. И происходит разрушение приема. Он может и сильнее станет. Но он станет неправильнее. Что, кстати, можно видеть даже у некоторых мастеров, которые, значит, поработав несколько десятилетий на Макеваре, в воздух и в Макевару приемы вообще по-разному. Например, вот очень часто можно видеть, очень часто можно видеть, что по Макеваре, Сэнкен, Чабуцки не бьют в середину, а бьют вот так вот. То есть, вот стоит Макеваре, и когда Сэнкен на Ройске, они бьют и не в середину придет, а бьют вот сюда. Ну, если пытается пробить глубоко. А в воздух бьют в Сэнкен, в середину тень. Вот правильно, противно только среди них его находится. Сейчас я расскажу и проверю. Сэнкен. 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 Сэнкен.